Московские старости Здравствуйте! Сегодня на нашем календаре 20 мая 1922 года. Газета «Правда». В Брянске опубликована беседа с архиереем Амвросием и письмо векарного епископа Алексея, резко осуждающих политику патриарха Тихона с точки зрения гражданских и духовных законов и одобряющих суд над Тихоном. Газета «Русский голос Харбин». В Восточной Бухаре антибольшевистские силы осадили Термес, и советские войска вынуждены были просить подкрепления. В Коканде повстанцы зажгли нефтяные скважины и угрожают наступлением на Ташкент. Большевики проводят мобилизацию под страхом смертной казни. В Ташкент переехал президент Бухарской республики. Беженцы из Бухары массами появляются в Афганистане с рассказами о творящихся в Бухаре ужасах. Красная газета «Петроград». Один из бывших русских посланников обратился к греческому королю Константину с просьбой о поддержке русских контрреволюционеров. Король ответил, что как только греческая армия закончит свою освободительную задачу в Малой Азии, он не замедлит выполнить свой долг перед Россией. Газета «Голос России» Берлин. Княгиня Гагарина, приговоренная Московским рефтрибуналом за участие в белогвардейской организации к пятилетнему тюремному заключению, обратилась к трибуналу с убедительной просьбой заменить ей тюремное заключение расстрелом. Газета «Сегодня Рига». В ближайшее время в Московском трибунале назначен слушанием целый ряд новых дел о сопротивлении и изъятии церковных ценностей. Ряд процессов предстоит в провинции. В Симбирском народном суде началось рассмотрение дело об укрывательстве ценностей еврейской синагоги. Подсудимых трое – все представители местной еврейской буржуазии. В Минском трибунале на днях будет слушаться дело польских ксензов Лисовского и Василевского, которые вели агитацию против изъятия. Исполнительный комитет еврейских ортодоксов в Польше отправил телеграмму председателю генуэзской конференции, в которой сообщает, что съезд партии Агудас Израэль в Польше принял резолюцию протеста против инквизиционных мер, которые применяются советским правительством против еврейских религиозных законов, религиозных учреждений и раввинов. Газета «Последнее известие» Ревель. Рижские газеты сообщают, что 16 мая на вокзале задержана госпожа Литвинова, заплатившая за билет в Берлин фальшивыми латвийскими деньгами. На дознание она заявила, что деньги получены ею от секретаря советского дипломатического представительства в Ревеле. Газета «Накануне Берлин». В пятницу 19 мая состоится очередное заседание Дома искусств «Клайштрасса-11». Ожидается выступление Сергея Есенина, Александра Кусикова и других. Вступительный доклад Ильи Иренбурга. Об этом писали газеты 20 мая 1922 года. Подписывайтесь на наш канал, вопросы задавайте в комментариях. «Московские старости» Сто лет тому назад.